Возвращаемся к Березовскому. Прокуратура Франции, как и прокуратура России, не отказывается от своих претензий на активы беглого олигарха. В случае с Францией, с высокой степенью вероятности, наследникам Березовского не достанутся его две виллы на мысе Антип, южный берег Франции. Клоше Дуля Гаруб и Шато Дуля Гаруб. Французы подозревают Березовского в отмывании денег, а это стандартно и неизбежно приводит там к утрате приобретенного. Прямо по классическому слогану быстро разваривающегося риса Анкл Бенц. Неизменно превосходный результат. Впрочем, как говорится, потерявший голову, по волосам не плачет. О версиях наш политобозреватель Андрей Кондрашов. Человек, который позвонил нам в Лондоне и представился просто Андреем, назначил встречу так, чтобы по телефону не произносить место. Приезжайте в отель, который прославился после предыдущей самой громкой смерти, сказал он. Разумеется, это был отель «Миллениум», где, как до сих пор считает Скотланд-Ярд, Литвиненко от агентов КГБ заразился полонием. Узнав о том, что мы русские, нам тут же запрещают съемки в том самом пейн-баре и, не выпив чаю, мы вынуждены уйти в парк. Главное, о чем заявляет наш собеседник, дословно, я много лет работал по Березовскому и не верьте в его самоубийство. Помните, какое шоу он сделал из смерти Литвиненко? Мне кажется, что если бы это был добровольный уход из жизни, то он был бы обставлен приблизительно так же. Версии человека, который не показывает лица, чуть позже, а пока к официальной информации. Итак, полиции кажется, что все похоже на повешение. Причем сначала ни слова о шарфе. Ну, шарф на самом деле фигурировал, так сказать, через третьих лиц. Поэтому в таких ситуациях, когда все засекречено и полиция хранит молчание, никогда нельзя быть уверенным ни в чем. Поэтому, ну, был шарф, теперь нет шарфа. Александр Гальтфарп, один из тех соратников Березовского, который изначально отметал версию о самоубийстве олигарха. Но британской полиции как-то быстро поверил. Если обрывок ткани с узлом на шее, а другой обрывок на перекладине для шторки в ванной, значит, повешенное тело просто упало. И я, так сказать, готов с ними заранее согласиться, потому что полиция здесь работает безотказно. Впрочем, если бы полиция была бы на 100% сама уверена в самоубийстве, то никто бы не начал следствие. А о нем на неделе объявили в Виндзоре, самом монаршем местечке Англии. Антураж для старта расследования выдался таким, о котором Березовский мог, наверное, только мечтать. Вот место, где сейчас Коронер Ее Величества объявляет об открытии процесса. А вот буквально пара шагов и официальная резиденция Ее Величества. Виндзорский замок, в который олигарх так мечтал быть вхожим, но при жизни так и не добился. Лоск старой Европы, ее манеры и традиции, которые не сломать ничем, это то, что Березовского в последние годы особенно раздражало. Это говорят друзья, которых у олигарха, в общем-то, было мало. Имеет дело с Березовским. Признак дурного тона. Бизнесмен Владимир Антонов, у которого проблемы с властями даже не России, а Литвы, живя в Лондоне, никогда не подходил к Березовскому, встречая его в ресторанах. По его словам, олигарх был отвергнут русским Лондоном, а в британское общество не мог войти по определению, потому что русский. Мы все русские, не надо питать иллюзии. Можно просто жить, зарабатывать деньги, но стать членом общества нет. Человек потерялся, он находится в любом случае в чужой стране, в чужом сообществе. Его идеи никем не воспринимаются. Он считает себя гением, а он разорен. Он проиграл все, причем публично. Скажем так, люди даже, которые здесь вынуждены находятся, предпочитают с ним не общаться. То есть это тяжело. Это просто тяжело. Но на этом аргументы в пользу суицида Березовского, собственно, и заканчиваются. Те, кто все же с ним общался, говорят о другом. Такой нечистоплотный человек в бизнесе, каким был Березовский, и в политике. Фактически он иметь мог массу врагов. И сейчас трудно сказать конкретно, кто из этих врагов для него был более опасен. Здесь, возможно, разные варианты. Ну, например, месть воров в законе за смерть Бадри. Нежелание семьи Бадри делиться с Борисом Бравимовичем половиной состояния Бадри. Как известно, после такой же загадочной смерти Бадри Патракоцешвили, его жена Инна Гудавадзе уступила Борису Березовскому 50% всего наследства мужа. У двух друзей-партнеров бизнес был действительно общий. В статье «Что осталось от бизнес-империи Березовского и Патракоцешвили» активы перечисляет журнал Forbes. Итак, поместье на мысе Антип, Шато-де-Ля-Гаруб. Оценка 300 миллионов евро. ИДС Боржоми, производящий также воду в России и на Украине. Оценка 400 миллионов долларов. По некоторым данным, после продажи Боржоми Березовский уже получил свои 200 миллионов. Далее 4 пищевых компании на Балканах с фабриками в Сербии, Черногории, Македонии и Боснии. Самая известная на всю бывшую Югославию – князь Милош. Доля Березовского и Патракоцешвили – 350 миллионов. Грузия. Крупнейшая телекоммуникационная компания «Мактиком» – 238 миллионов. А еще остров в Майами – 100 миллионов. И так, ночной клуб в Нью-Йорке для знаменитостей – 6 миллионов. Итого, даже если поместье на Антиби конфискует Франция, то остается добра почти на миллиард долларов. Наш собеседник считает, что кто-то из наследников Патракоцешвили мог просто не захотеть делить все это с Березовскими. Я думаю, что это одна из основных версий. Семья вори в законе, бывшие партнеры по бизнесу. Это все могло быть. Полиция долины Темзы слишком многое недоговаривает, считают уже российские криминалисты. Не пытались ли Березовского подвесить уже мертвым? Потому и порвали шарф и уронили тело, сломав ребро. Профессионалы, то есть профессиональные убийцы. Ну, у них много методов, конечно. Либо там был человек, который помог ему уйти из жизни по договоренности с ним. Странно, почему он молчит. Либо есть люди или человек, которые его просто убили. Но то, что там не похоже на самоубийство, поверьте мне, однозначно. Я бы даже версию, при таких обстоятельствах, которые мне сегодня известны, я бы версию самоубийства даже не рассматривал. Интересно, что Березовский в последние недели жизни всячески хотел казаться банкротом. Публично продавал картину Уорхола «Красный Ленин». Хотя аукцион «Крестис» подтвердил, что Березовский мог, как и десятки раз раньше, не раскрывать имя владельца. Но вдруг впервые специально указал. Он просил у Скотт Ламбьярда бесплатно усилить его охрану, потому что свою он вдруг распустил. В момент даже его смерти фактически его охранял один человек. Но в настоящее время этот охранник просто исчез. Это еще один факт, о котором молчат власти. Ключевой свидетель, который первым увидел тело Березовского и вызвал полицию, пропал и недоступен даже для Гольдфарба. Вот он, знакомый всем по последним кадрам. Везде рядом с Березовским. Его зовут Ави. По некоторым данным, отставной офицер МОСАДА. Ну, во-первых, он израильский человек, который не говорит по-русски. И, судя по роду деятельности, он, наверное, имеет какое-то прошлое в спецслужбах. Или, так сказать, в спецчастях, скорее. Как говорят там сотрудник МОСАД. А есть версия, что, возможно, тень падает и на другие, будем говорить, силовые структуры. В той же, может быть, и даже Британии, кто его знает. Это как версия высказывается, да? Подозрения у своей же прессы британские спецслужбы вызывают уже тем, что засекретили данные видеонаблюдения вокруг дома. Якобы камеры могли снять своих. Но зачем им убирать человека, который сам был, как минимум, информатором МИ-6? В 2001 году британские власти исследовали тему преступности и отмывания денег русскими в Великобритании. И когда Березовский приехал сюда, он, конечно же, сотрудничал, давал информацию о других русских бизнесменах. Не исключено, что за 12 лет сотрудничества Березовскому тоже могло стать многое известно. И, собираясь вернуться в Россию, он мог, например, привезти в Москву хотя бы список предателей, работающих на МИ-6. Могут ли за такое убрать британцы? Нет, нет. Этому нет никаких свидетельств. Это очень-очень маловероятно. Это полная чепуха. Мы находимся, слава богу, в Великобритании, где, когда власти что-то говорят, обычно это правда. Разумеется, подозрения в адрес британской разведки – это от всего того же недостатка информации о следствии. Хотя кто будет спорить? МИ-6 была бы как минимум непрофессиональна, не завязав тесных отношений с целым бывшим замсекретаря Совбеза огромной ядерной державы. Одним словом, вопрос это сегодня вызывает не место МИ-6 в жизни Березовского, а ее возможная роль в смерти олигарха. Однажды, мы это хорошо помним, уже умирал странной смертью один агент британской разведки. Его имя – Александр Литвиненко. Спустя шесть лет все материалы до сих пор засекречены. То есть в случае с Березовским у нас есть абсолютно такой же риск еще долго ничего не знать. Андрей Кондрашов и Станислав Петров. Вести неделя. Лондон.